Добрый день! С вами канал InDubai. Меня зовут Азад. И сегодня я расскажу вам про дубайскую погоду, а точнее про дожди в Дубае. Сейчас конец апреля 2013 год, и вот мы застали дождик. Сейчас я выйду под дождем, постою немножко. Вы можете увидеть, на мне сейчас начнут появляться капельки дождя. Вот. Дождик уморосит не сильно. Но вот посмотрите, там вот небо все затянуто. Погодка пасмурная, не жарко, очень хороший воздух, свежий, дышать легко. Кстати, дожди в Дубае это довольно редкое явление. Но за последние полгода, с сентября и по апрель, этот дождь, наверное, ну, десятый раз, наверное, всего лишь, где-то так. То есть, причем дожди бывают очень разные. Бывает вот, такое, честно говоря, я вижу в первый раз, что вот он так вот моросит уже, наверное, часа два-три он моросит. Скорее всего, он будет моросить полдня. Обычно бывает либо ливень какой-то короткий, да, то есть, который, ну, час-два длится. Либо бывает просто покапает, несколько капельк упадет и все. Вот. Ну, в этот раз нам повезло. Вот застали дождик и можем заснять на камеру. Вот вы видите лужицы. Вот тут капельки падают на асфальт. Пойдемте погуляем под дождем. Так прикольно, кстати, по лужам. Честно говоря, не люблю я ходить с мокрыми ногами. Тем более, когда, например, в закрытой обуви ты ходишь, когда ты идешь в ботинках. В России такое часто бывало, да? Идешь в ботинках, наступил в лужу и все, потом весь день с мокрыми ногами ходишь, пока там не доберешься до дома и не переобувишься. Здесь, если вы в шлепанцах, вообще лужи не помеха, не преграда. Можно по ним шлепать и наслаждаться. Что еще? По сравнению с Россией, здесь не грязно после дождя. То есть все очень чисто остается. Почему? Потому что здесь нет чернозема, нет земли, нет грязи. И это всего лишь песочек мокрый и все. То есть я сейчас вернусь домой, и у меня ноги будут чистые. Вот видите, брюки у меня чистые, то есть ничего нигде не пачкается. Вот. И машины довольно-таки чистые, вы можете видеть. Вот они ездят под дождем, машины. Ну и в принципе не особо грязные. А вот так вот выглядят дороги после дождя. Вот вы видите, машины едут. Вот все мокрое везде вокруг. И машины едут по мокрым дорогам. Вообще дождь в Дубае, это явление такое интересное. Очень хорошее настроение появляется после дождя. Воздух становится свежий и легче становится дышать. В принципе это хорошо, что он здесь довольно редко. Как я говорил раньше, за последние полгода, это наверное десятый раз только дождь льет. И, ну честно говоря, это достаточно. То есть раз в две-три недели один дождик, это очень даже хорошо для смены обстановки. Ну чаще я не хотелось бы мне испытывать на себе дождь. Ну все-таки это мокро, все-таки это сыро. И все-таки, скажем так, под дождем не погуляешь особо, да? Если только ради романтики какой-то, ради экзотики. Наши друзья, которые живут в Дубае уже долго, ну например, там несколько лет, когда льет дождь, они уже относятся к нему как к празднику. То есть для них это целое событие, и они действительно скучают подождем. С вами был Азат, специально для проекта InDubai. Оставайтесь с нами, следите за новостями, подписывайтесь на канал, оставляйте свои лайки и комментарии. Впереди вас ждут другие видео про Дубай.